Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Эксперты объяснили, в чем разница между дележом преступных группировок 30 лет назад и сейчас. В центре Екатеринбурга 11 августа силовики накрыли криминальную сходку. Мужчин, в основном в спортивных костюмах, уложили лицом в асфальт. Всего задержали 30 человек, у них нашли семь пистолетов. Среди собравшихся заметили бизнесменов, в том числе застройщика, известного как Герас ЖБИ. Планировалось, что на сходке обсудят поведение одного из авторитетных бизнесменов, которого считают беспредельщиком. Подобные сходки для Екатеринбурга в последние годы, огромная редкость, или как минимум не становились предметом публичного обсуждения. Последняя, пожалуй, наделавшая шуму на всю Россию, была в сентябре 2004 года, когда в центре города прошел митинг криминальных авторитетов, организатором которого называли лидера ОПГ Уралмаш Александра Хабарова. Казалось, что стрелки бандитов остались в далеком прошлом, поэтому облава на представителей группировок в самом центре города привлекла много внимания и вызвала вопрос, 90-е возвращаются? Мы обсудили это с экспертами. Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, экс-руководитель управления правительственной информации Российской Федерации Александр Михайлов уверен, что мы уже вернулись в эту эпоху. Это надо признать, мы снова вернулись в 90-е. Идет передел рынка, сфер влияния, рейдерские захваты продолжаются. Все это развернулось на фоне пандемии. Многие бизнесмены стали разоряться, снова началась дележка. Сходка наверняка была посвящена разделу сфер влияния, считает Михайлов. Криминальные авторитеты снова подняли голову, ощутили себя хозяевами жизни, и мы будем с этим сталкиваться. На мой взгляд, был небольшой период возвращения из 90-х, начиная с 2004-го их начали прижимать, почищать, и до 2010-го года был короткий период, когда они ушли в подполье, многие уехали из России. Сейчас начали возвращаться. Бывший силовик подчеркнул, что сейчас возвращаются на свободу те люди из криминала, кто получил большие сроки в начале 2000-х. Они выходят из колоний, а в городах уже изменились правила и образ жизни, даже в криминальной среде. В 90-х годах, кстати, была ситуация, когда освобождались авторитеты, получившие сроки еще в советские времена. Они тогда были в шоке, столкнулись с новым криминалом, беспредельщиками. У них-то хотя бы формально были какие-то правила, подходы, понятия, в 90-х на криминальной поляне появились совсем отмороженные и беспринципные преступники, отметил генерал-майор. Бороться с новым нашествием криминала нужно, конечно. Но реформа МВД, на мой взгляд, тяжело сказалась на системе. Даже переименование милиции в полицию привело к резкому негативному отношению к этой структуре. Сравнивая сегодняшнюю ситуацию с событиями 30-летней давности, уральский адвокат по уголовным делам Ольга Чентурия, которая представляла в судах авторитетов, заметила множество отличий. Я обсуждала с полицией эту сходку. Силовики считают, что дело в переделе имущества. Есть две группировки, одна пытается выбить активы. Речь о парковках бизнесмена Яковлева, объяснила адвокат. Все очень прозаично, бизнесмены делят таким образом, сферы влияния на рынках, а силовики узнали о сходке сразу, в группировках сейчас много стукачей, оперативники получили видео, как только туда стали потягиваться люди. По словам адвоката, сейчас в Екатеринбурге две крупные группировки, примерно равные по силам и покровительству. В ближайшее время они начнут звать в город коллег из Челябинской и Тюменской областей, чтобы показать, у кого больше влияние. Криминальное движение изменилось. Авторитетные люди, классические, они не влезают туда. Люди дерутся за бабло, а их никогда это не интересовало. Сейчас на сходках какими-то отголосками понятий, пытаются решать бизнес-вопросы. Масштаб личностей снизился, заявила Ольга Чентурия. Работают суды, но люди привыкли решать проблемы другим способом. Передел собственности никто не отменял, время от времени начинается дележка. Это осталось в любом бизнесе, который приносит деньги. Как было в 90-е, что ездят и стреляют по улицам, уже не будет. Но сейчас люди с амбициями решают вопросы, нужно понимать, что на одной сходке все не закончится. В городе назревает война. Этой встречей в ресторане в центре города собравшиеся, не хотели привлечь к себе внимание. Так считает криминальный авторитет на пенсии Михайлорский. По словам бывшего преступника, скорее всего место встречи они выбрали случайно. Эти авторитеты сидели тихо мирно, так же скорее всего и разошлись бы, они ведь не распевали Владимирский Централ на всю улицу, пояснил Михайлорский. Все посчитали, что это какой-то вызов, из-за нелепых действий полиции и внимания журналистов. Если бы не это, никто бы никогда и не узнал, что какая-то сходка проходила. Я думаю, место выбрали случайно, была какая-то производственная необходимость. Бывший авторитет уточнил, что со времен 90-х в криминальном мире изменилось многое. Это связано с изменениями ментальности народа. По словам экс-гангстера, спортсмены, которые тогда пришли в криминал, вернулись в нормальную жизнь тренерами, массажистами, охранниками. Они шли на преступления из-за того, что не знали, что делать и чем заняться. Бывшие военные, которые прошли Афганистан или Чечню, тоже приходили в ОПГ, но у них появилась возможность применить свои навыки в Сирии. Царь, Ливии, они уезжали в горячие точки. Прогресс не стоит на месте, а преступления, основанные на физическом насилии, в крупных городах раскрываются быстро благодаря видеонаблюдению. За активными членами ОПГ, которые нарушили закон, могут проследить от места преступления чуть ли не до подъезда, считает Михаил Орский. С момента развала Советского Союза больше 10 лет все узаконивалось. Полиция не понимала, кого охранять, а кого ловить. Вчерашних спекулянтов признали добропорядочными коммерсантами. Рэкетиры с тех пор перестали быть робин-гудами, а стали нарушителями закона. Заработали суды, полиция. Во многих случаях полиция и выполняет роль крыши, защищая бизнес. Экс-глава УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко несколько лет руководил уголовным розыском, был начальником криминальной милиции. Он знает об организованной преступности не понаслышке, ведь боролся с ОПГ и задерживал киллеров и банды, совершавшие десятки убийств. 90-е не вернутся, ушло то время. Сейчас нет массовых, открытых рейдерских захватов, идут, решают все юридическим путем, в судах. То время было безбашенным. Тогда люди боялись открыто говорить о проблемах с криминалом. Сейчас не боятся открыто жаловаться и на криминал, и на правоохранителей, считает бывший полицейский. Что касается сходок, они были, есть и будут всегда. Активный перелом, пошел с 1994-1995 годов. Я пришел в город на должность начальника уголовного розыска, тогда городские подразделения уже года два, как работали по криминальным авторитетам, синим, центровым, ОПГ «Уралмаш». И мы продолжили эту работу, пояснил Тимониченко. На настоящей сходке решаются вопросы, связанные с дальнейшими планами, решением проблем, коронованием, обсуждается, кто кем недоволен. Бывший глава УВД сравнил сходку с совещанием, но подчеркнул, что на таких встречах бывают и конфликтные ситуации. Если есть спорные вопросы, связанные с бизнесом, две стороны, например, не договорились, приглашают в роли третейского судей третью сторону. Вообще сейчас всего этого намного меньше, рассказал эксглава УВД. Есть уголовная ответственность для тех, кто позиционирует себя как криминальный авторитет, лидер воровской группировки. У кого есть возможность, стараются выезжать в ближнее зарубежье, проводят встречи там. Например, на Украину. Органы сейчас отслеживают, пресекают это. В 90-е милиция могла ворваться на свадьбы, в праздники криминальных авторитетов, всех гостей уложить лицом в пол. Сейчас так не действует. Любая жалоба подтвердила бы неправомерность действий органов внутренних дел. Тимониченко объяснил, что сейчас и криминал стал цивилизованнее и осторожнее. Раньше процветало вымогательство, на счетчик ставили всех. Киоски, ларьки. Этот вид преступления, по словам экс-полицейского, есть и сейчас, но встречается в сотни раз реже. Эксперты сошлись во мнении, что на смену рэкету пришли новые преступления, самое популярное из которых – банковское мошенничество. 90-е со стрельбой на улицах могут вернуться, только в случае фатального падения экономики или массовых ужасных катаклизмов, с которыми не сравнится даже пандемия коронавируса.